Друзья, нужна помощь. У меня сейчас такой мандраж, который очень интересно поисследовать. Я точно знаю, что когда я размещу трек на площадках, он сразу же станет очень популярным. Я пишу только хиты. И чего я опасаюсь, не понимаю. У меня прям мандраж, прям такой вот есть, такая тревога внутренняя. Я точно знаю, что когда я размещу свои песни платформы, я проснусь суперзвездой. Это неизбежно. Это так и будет. Но у меня есть мандраж, что это действительно произойдет. Я вспоминаю, бывало ли у меня такое состояние? Да, бывало. ЕГЭ по-русскому. Я его получаю и вижу то, что это легко, это 100 баллов. И я получаю 96, допуская одну ошибку. Потому что, а вдруг 100? Я резво быстро его делаю. И думаю, блин, оно такое простое, что я знаю, что у меня будет 100 баллов. И я специально не ставлю запятую перед союзом, что понятно же, что это банальнейше. Что я это сделала специально. Но потом я себя за это как бы обвинила, если честно. Я беру в руки тест на IQ, и я вижу, что он у меня максимальный. И допускаю одну ошибку. Потому что, а вдруг максимальный? Так так и есть. И здесь то же самое. Я же буду очень популярной. Ну да, потому что у меня все для этого. Потому что, потому что, потому что я такая. Потому что я такая. Это неизбежно. Я такая. Я такая, а вдруг это случится? Так это случится. А в чем проблема? Есть некий саботаж, есть мандраж. Почему я саботирую? Почему я саботирую? И я сейчас не записываю песню, потому что, а вдруг залетит. Так она залетит. Как это называется? Потому что я сейчас тоже... Я хочу это поисследовать и, соответственно, поняв, разобрав причину, перестать саботировать. Надо же, сегодня 18 августа, а я монтирую 26 июля. Прошел почти месяц, прошло 3 недели, а песню я так и не разместила. Кстати, после этого на меня накатилась еще и психосоматика, которая мне не позволяла это делать. Так что саботирую я чудесно. Могу научить. Но лучше научите меня, как этого не делать. Спасибо. Хм, отличный пример. В моей жизни есть то, что я выполняю безоговорочно. Это спорт. Я прихожу и выполняю. Прихожу и выполняю. И я получаю тот успех, который я получаю. Кстати, вот это приседание реально стоило 2 лет обучения. Оно того стоило. Таз не клюет. Кстати, я же накачала трапецию, и теперь на нее очень удобно класть штангу даже без подушечек. Начала учиться приседанием заново, что очень интересно. Каждый миллиметр движения откровенно выполняю подконтрольно и сильно сконцентрировано. В этом упражнении активно чувствуется работа нервной системы и мозга. Друзья, делюсь настройками своего первого проекта в Гаражбенде. Я снова могу быть собой. Я стала живой и счастливой. Тебя уже нет. И за это спасибо. Ты подарил мне меня, а это лучший подарок. Я пошла за тобой, и не важно куда. Как меня ты менял, видно по милуарам. А теперь я стала полноценная. Ты открываешься в мир, и он тебе отвечает. Только лучших друзей ты себе оставляешь. Отражаешься в мир, ты сама представляешь. Видишь все, что в тебе, как все сперла. Ты подарил мне меня, а это лучший подарок. Ведь до встречи с тобой я половинка была. Ты полностью примирил во мне войну и гультарку. Я поток и добра, я целая. У меня на секуа.